Эликсир, шуанхуан лянь, уникальный препарат одновременно сочетает в себе антибактериальную активность, противовирусное действие и иммуностимулирующий эффект. Он усложняет или полностью прекращает размножение действий более 16 видов бактерий, таких как золотистый стафилококк, пневмококк, стриптококк, возбудитель столбняка, дифтерийная палочка, брюшно-тифазная палочка, кишечная палочка, синегнойная палочка, дизентерийная бацилла и другие. Препарат губительно влияет на 8 вирусов. Вот эти вирусы – вирусы гриппа, вирусы эпидемического паротита, адиновирусы B3, вирус коксаки, эковирус – вирус простого герпеса. В настоящее время в мире нет лучшего противовирусного средства, чем этот эликсир. Шуанхуан лянь улучшает иммунитет организма за счет повышения уровня Т-лимфоцитов и качества альфа-иммуноглобулинов. Если химически синтезированные антибиотики убивают бактерии и вирусы, то эликсир, повышая и укрепляя иммунитет организма, подавляет их рост и размножение, а также выводит внутриклеточные токсины. Таким образом, борьба с инфекцией происходит за счет стимуляции естественных защитных сил организма. Шуанхуан лянь также имеет еще одно положительное свойство. После излечения заболеваний с его помощью человек не ощущает вялости и слабости, что нередко бывает после лечения обычными антибиотиками. Этот эликсир в Китае очень популярен. Он широко используется при лечении многих заболеваний. Имеются особые результаты использования экстракта при энцефалите и вирусной пневмонии. Шуанхуан лянь – это антивирусный антибактериальный препарат, которым лечат инфекцию вне зависимости от места и ее локализации. Состав – жимолость японская, форзиция подвешенная, байкальский шлемник и другие. Оказываемое действие, являясь антибиотиком широкого спектра действия, активен, в отношении многих громположительных и громотрицательных микроорганизмов. Препарат не действует на грибки. Противовирусные действия, шуанхуан лянь, распространяется на вирус паротита, вирус клещевого энцефалита, герпетическую инфекцию, а также на группу вирусов, вызывающих АРВИ, включая все виды гипо. Активизируя иммунную систему, шуанхуан лянь запускает многочисленные защитные в отношении инфекция функции организма. Возрастает фагоцитерная активность лейкоцитов, усиливается образование собственного интерферона. Интересной особенностью эликсира является его избирательное действие в отношении патогенных микроорганизмов. Прием препарата не нарушает подвижного равновесия микрофлоры кишечника, не вызывает дисбактериоза. Шуанхуан лянь оказывает обезболивающий эффект при гастритах и дуоденитах, а при использовании экстракта для обработки инфицированных раневых поверхностей происходит быстрое очищение ран от гнойно-нонекротических масс. Дозировка и способ применения – внутрь за 20 минут до еды, или через 2 часа после еды, максимально задерживая препарат в ротовой полости, в подъязычной зоне для скорейшего его всасывания. Исключение составляют заболевания желедочно-кишечного тракта, гастриты, дуодениты, язвенные процессы этой же локализации, когда препарат необходимо проглатывать. Суточные дозы эликсира для взрослых колеблются от 10 мл одного флакончика до 60 мл 6 флакончиков, в зависимости от тяжести состояния. Кратность приема 3-6 раз в сутки. Замечено, что при более чистом приеме препарата, каждые 30-60 минут, в микродозах суточная дозировка уменьшается в 1,5-2 раза без заметного снижения эффекта. Детям доза эликсира рассчитывается по весу. Так, при весе ребенка 10 кг суточная доза экстракта должна составлять 2-10 мл в зависимости от тяжести патологического процесса. При острых состояниях, сопровождающихся симптомами интоксикации, целесообразно чередовать прием этого препарата с жидкостью от жары и яда. В этих случаях дозы, шуанхуанлянь, и жидкость от жары и яда уменьшаются вдвое, а суммарная суточная дозировка обоих препаратов для взрослых будет составлять 30-60 мл или 3-6 флаконов. Местное применение, шуанхуанлянь, на воспаленные кожные покровы или слизистую оболочку может вызвать чувство сжения, однако прямого ожога не наблюдается. В нос экстракт закапывают в разведении 1-2 мобильно, чтобы орасить заднюю стенку глотки, столь часто вовлекаемую в патологический процесс при рините. Для промывания предоточных пазух носа используют концентрацию 1-10 или 1-5. В ушной проход вводят по одной капле или на турунде, жгутик из бинта, лучше без разведения. Вагинально применяется разведение 1-3 на стерильных ватномарлевых тампонах. Во время лечения следует воздержаться от употребления острой, сырой, холодной и жирной пищи, не рекомендуется принимать тонизирующие средства традиционной китайской медицины. При лечении гнойных атонических ран необходимо периодически, каждые 3-4 часа, смачивать повязку раствором, шуанхуанлянь в разведении 1-3. Перевязка раны производится 1 раз в сутки. При большом количестве гнойного отделения повязка меняется чаще.